Немного дальше через этот лесок есть очень приятный бережок и на своем Pajero я проезжал здесь без проблем, однако Chevrolet имеет совсем не те габариты и ту проходимость нежели чем Pajero ну и место здесь несколько подзаросло ну и как обычно люди свиньи здесь изрядно так поднасрали, вон она дорожка, она ведет туда и здесь кто-то копал могилу я очень сильно сомневаюсь что такие габариты ямы нужны именно для того чтобы захоронить мусор возможно он в той брезентухе уже кто-то покоится с миром а нет, вот здесь вот есть еще одна могила и эта могилка копалась экскаватором пожалуй не стоит больше заезжать в этот лесок ну а прежде чем я начну текать из этого лесочка со всех ног, наверное все-таки добренького меня в последнее время частенько спрашивают, как же там все-таки поживает Chevrolet One ну он замечательно поживает, вот он он однако большая часть работ по его восстановлению временно приостановлена приостановлена она по той простой причине, что меня попросту не хватает на все мои проекты и сейчас идет строительный сезон и я активно занимаюсь проектом моя мастерская Chevrolet ждет своей очереди ну его очередь очень скоро придет внутри у Chevrolet мало что изменилось то есть как здесь было все изначально, так в принципе все и осталось он добавил только, не знаю, какие-то тряпочки на задние двери то есть потолок перестелен, одна состоит седуха шумоизоляция и несколько недоделанная проводка так что сегодня мы поговорим о первых сварочных работах, которые проводились с этим автомобилем да, это видео было на другом канале и возможно кто-то из вас его уже видел в основную историю Chevrolet One это видео не входило заранее извините, потому что качество и звук того видеоматериала, который снимались год назад и более, оставляет желать лучшего сейчас автомобиль находится на стадии ремонта кузова полный перекрас переделываем салон старый салон после тюнинга отелье состоящий из дрова стекловатых был вывеброшил и сожжен ну еще не сожжен, но планируется, что я его точно сожгу в настоящий момент завершены работы по полному ремонту ходовой части сейчас спустимся в яму, посмотрим, что мы там увидим все, что нужно было поменять, все поменяли все сальники, втулки, саленблоки, рычаги, рулевые сошки, рулевые наконечники перебрали с суппорта, шаровые новые новые амортизаторы освещение, конечно, не очень под днищу также все обработано вся ходовая перекрашена состояние нового автомобиля кардан также здесь уже не штатный с подвесным подшипником кардан от Газели насколько это хорошо, покажет практика переварен выхлоп также далеко все от стандартного вон они новые амортизаторы красотень выхлоп в дальнейшем также будет заменен на выхлоп из нержавейки это как временный вариант для перегона автомобиля по сервисам старые остались рессоры они были в относительно неплохом состоянии поэтому решено было их не менять еще не хватает бензобака отдельный вопрос, отдельная история, скорее всего, будет забыл еще отметить отдельно рулевую колонку отдельный геморрой работала как часики, но текла со всех щелей также полностью была перевар, это перекрашено, установлено салон Шиви Ван после того, как были демонтированы все дрова из кузова все основные жесткости сделаны из профиля 25 на 20, это же 25, да, профиль? 25 на 25 так, поскольку большинство этих бусов делалось в тюнинг-отелье большая часть рубеж жесткости была просто отхерачена достаточно кустарным способом то же самое касается оконных проемов вот здесь вот еще видно, где шло заводское ребро жесткости пол уходило его убрали, чтобы вставить окно когда вынули окна, весь вот этот металл начал гулять добавили прут на герметик, добавили жесткость так по каждому окну все каркасы изготовлены заново из профильной трубы все саморезы, которые были вкручены вот они дополнительные ребра жесткости делали вот она, это я тюнинг-отели еще родное вот здесь были саморезы все это выкручено и поставлены сварочные шины тоже самое касается крыши, которая просто болталась тоже приварена вместо деревяшки это тот же самый профиль 25 на 25 задняя часть крыши немного дорезана потому что она здесь была вот так вот буквой хер пойми как резали они где-то болгарка у них соскочила где-то дорубили топором полу также можно заметить 2 миллиона 300 тысяч 81 дырку лишнюю которую сварщик заебался заваривать заебался же сварщик заваривать дырки старые ну и подготовлены новые отверстия с подъемом поскольку здесь будут теперь устанавливаться салазки по другие сидения а кстати про дырки прорубанные топором отдельно хочу остановиться хер пойми здесь вот здесь но с этой дверью еще более-менее сейчас задние покажу красота какая и это все предлагалось в продаже заводом точнее не заводом а тюнинг ателье ну как смогли только сделали но еще старый саморез остался хер выкрутишь а вот они еще вырезанные да да это отсюда окошко и саморезы чуть-чуть меняли положение ручки блин охерительно ребята умеют работать а да тут еще осталось немножко стекло этого стекловаты на потолке это вся родная шумоизоляция которая была раскидана вообще по всему бусу а там в углу была еще куча кучка мышиного дерьма чудо герметик который не высох машина 92 года с 92 года вот такая вот херота ну а здесь вообще ничего ни к чему не прилегало полностью пустое багажное отделение не только багажное отделение переди сидений 5 жили вообще ни хрена ничего сейчас нету в этой машине кроме руля и тот в херовом состоянии произведена подготовка пол покрашен покрашены силовые новые рамки вместо деревянных тут чуть-чуть все будет конечно меняться в салоне ну и естественно полные перешивы реставрации салона даже не реставрация салона потому что от старого салона я оставлю буквально космическое нихуя я даже не могу вспомнить ни одной детали которые я старого салона собираюсь здесь оставить а он возможно вот эту вот переключалку ее я менять не буду вот в этом месте будут установлены два аккумулятора вместо одного штатного перенесены в салон за неимением возможности установить их на штатное место Каркас сиденья покрашенный, бензобак, новая резина и кучка старого говна в углу. Средний ряд будет установлен на салазках. Выбор пал на сиденье Toyota L-Fart по нескольким причинам. Во-первых, это выдвижная подножка, во-вторых, то, что ремень находится в самом сиденье. Думала сделать их поворотными, даже был куплен специальный механизм, вон они не валяются. Но из-за особенностей конструкции, то, что там очень много тросиков, пришлось отказаться от поворотного механизма. Ну так будут стоять салазки, они будут ездить вперед-назад, они сдвигаются влево-вправо, это заводское исполнение. Переднее сиденье также от Toyota L-Fart, будут с электроприводом. Сзади диван с электроприводом от Chevrolet X-Pay. Под кочерги, под запаску пришлось отказаться, слишком сильно окружает двери. Также я выкинул к херам собачьим лестницу. Вообще практического смысла нету. Двери будут гладкие, ровные, без них к хера. Отсюда немножко получше будет видно новые силовые карканцы. Я о них уже, по-моему, рассказывал, но сейчас они вам покрашены, как новенькие выглядят. Как будто так и было за духом. Так сказать, это был небольшой взгляд в прошлое, чтобы оценить ту работу, которая сейчас проведена над этим автомобилем. Да, проект длится уже второй год, и второй год я его не могу закончить. Но, как я уже говорил ранее, в самом начале видео, я просто физически не вытягиваю все свои проекты. Однако это мой любимый проект. Поэтому он и делается долго, с чувством, с тактом, с расстановкой, чтобы не получилось, как с потолком. Да, несмотря на то, что я все продумываю наперед на несколько шагов, с потолком я немножко вляпался. Три раза его переделал. Но все-таки довел его до какого-то логического завершения. Что ж, далее я буду заниматься уже дверными картами и обшивками боковых панелей этого автомобиля. Однако когда это будет, ну, пока не знаю. Скорее всего, где-то к середине августа. Продолжение следует... Продолжение следует...